Кровоостанавливающие инструменты, которые служат для захватывания и пережатия тканей сосудов в ране с целью временной остановки кровотечения – зажимы, лигатурные иглы Дишана, лево- и правосторонние, лигатурные иглы Купера. Для окончательной остановки кровотечения – лигатуры, прошивная и обвивная. Зажимы также бывают прямые и изогнутые. Зажимы кровоостанавливающие. Назначение кровоостанавливающего зажима. Временная остановка кровотечения в ране. Ступенчатый замок кремольера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление и позволяет регулировать силу этого сдавления. Чтобы открыть замок кремольера, следует слегка нажать третьим пальцем на кольца, сместить бранши по плоскости, а уже потом развести в стороны. Зажим кохера. Главное отличие инструмента – это наличие зубчиков. Инструмент используют, например, на грубые ткани и мышцы. Кровоостанавливающий зажим бельрота. Аналогичен по устройству кровоостанавливающему зажиму кохера. Отличается наличием на концах губок насечек, но без зубчиков. Показания. Временная остановка кровотечения из сосудов среднего калибра в ране. Кровоостанавливающий зажим типа москит. Рабочие губки отличаются от других заостренными концами. Назначение. Для остановки кровотечений из сосудов мелкого калибра. Положение кровоостанавливающего зажима в руке. Положение аналогичное, как при использовании ножниц. Лигатурная игла дешана. Назначение лигатурной иглы дешана. Проведение лигатур под кровеносный сосуд. Лигатурные иглы могут быть правосторонние и левосторонние. Положение лигатурной иглы дешана в руке. Ручку инструмента берут в кулак. Лигатуру вводят в отверстие, как нитку в швейную иглу. Недостатками иглы является отсутствие механического ушка и трудность в девании нити. Поэтому при работе с иглой дешана лигатура должна быть вставлена в ушко заранее и натянута вдоль инструмента. Фиксационные инструменты, которые нужны для захватывания и удерживания тканей. Пинцеты. Применяют для захватывания и удерживания ткани. Различают хирургический, анатомический и лапчатый. Назначение пинцета. Фиксация органа или тканей при работе с ними. Фиксация игл при аподактильном заряжении иглы в иглодержатель для наложения швов. Пинцет анатомический. Захватывает ткани более мягко. Хирургический. Более травматичен, поэтому применяется на более плотных тканях, но удерживает надежнее. Лапчатый или русский пинцет. Имеет расширение в виде лапки, на которой имеются насечки, зубчики. Обладает большей фиксационной способностью, чем хирургический инструмент, так как имеет большую площадь захвата и большее количество зубчиков, а также менее травматичен по сравнению с хирургическим инструментом. Предназначен для удержания плотных тканей. Положение в руке пинцета. Пинцет захватывают первым и третьим пальцами в средней части пластинок на ладонную поверхность кисти, где имеются площадки с рифлением, чтобы регулировать силу сдавления пружины и прочно фиксировать ткани. Нерабочее положение. Зажимы для операционного белья. Цапки. Предназначены для фиксации операционного стерильного белья кожи больного. Рабочие губки этих инструментов заострены на концах для лучшего захвата операционного белья. Ретракторы. Используются для поверхностной ретракции. Зубчатые, фолькмана и пластинчатые, фарабефа. Пластинчатый ретрактор фарабефа. Назначение ретрактора фарабефа. Разведение краев глубокой раны вблизи крупных сосудов или отведение объемных образований. Размер выбранных крючков зависит от длины операционного разреза и глубины операционной раны. Устройство ретракторов фарабефа. Пластина, имеющая сглаженные тупые края, изогнутая в виде русской буквы С. Положение в руке ретракторов фарабефа. Обычно ассистент захватывает крючки за длинную перекладину буквы в кулаки на ладонную поверхность кисти. Короткие перекладины вводят в рану, располагая их друг против друга, симметрично, под прямым углом к краю раны. Используются для расширения краев небольшой поверхностной раны. Ранорасширители зубчатые, тупоконечные и остроконечные, фолькмана. Назначение ранорасширителей фолькмана. Остроконечные крючки используют только для разведения и фиксации поверхностных слоев кожи, апоневроза и других плотных тканей. Тупоконечные. Для фиксации отдельных анатомических образований в глубине раны вокруг выполненного оперативного приема. Мышцы, сухожилия, сосудисто-нервного пучка. Положение в руке крючков фолькмана. Рукоятку ранорасширителя захватывают в кулак на ладонной поверхности кисти. Второй палец вводят в кольцо для более прочной фиксации инструмента в руке. Рабочие поверхности крючков направлены друг к другу. Корцанг. Назначение корцанга. Инструмент используется для аподактильной работы в операционной и перевязочной. Корцанг также бывает прямой и изогнутой. Положение корцанга в руке. Положение аналогично положению зажима. Напоминаем, что изогнутые концы инструмента направляются вниз. Зонд желобоватый. Назначение желобоватого зонда. Используется для предохранения глубже лежащих тканей от повреждений скальпелем. Определение карманов и глубины раны. Применяется для вскрытия фасциального футляра сосудистонервного пучка. Инструменты для соединения тканей. Хирургические иглы. Прямые, изогнутые. Одноразовые, атравматические и многоразовые. Хирургические иглы предназначены для проведения шовного материала через ткани. По форме различают. Прямые. Допускается шитье без помощи иглодержателя. Предназначены для сшивания сухожилий и наложения некоторых анастомозов на органах желудочно-кишечного тракта. Изогнутые. Наиболее распространенные в хирургии. По типу. Режущие. Имеют 2-3 режущие кромки. Предназначены для прошивания плотных тканей. Колющие или круглые. Конические иглы раздвигают ткани без рассечения. Их принимают для прошивания легко прокалываемых тканей. Бревшина, мышцы, стенка кишки. Выделяют также атравматические иглы, которые совсем не имеют ушка. Используют, например, для наложения сосудистого или кишечного шва. Иглодержатель. Хирургический инструмент, предназначенный для удержания хирургической иглы во время ее проведения через ткани при наложении швов. Примеры иглодержателей. Иглодержатель Гегара. Иглодержатель Матье. Положение иглодержателя Гегара в руке. Пальцы руки образуют фигуру в виде треугольника, обеспечивающую устойчивое положение инструмента в руке. В кольца иглодержателя вводят, соответственно, дистальные фаланги первого и четвертого пальцев. Место вблизи оси перекрещивающихся рукояток фиксируют кончиком второго пальца.